Здарова, комрады! Увидел такой небольшой ролик от ведущего мобильного аналитического сайта и решил проверить информацию. А ролик тот был о том, что смартфон, а конкретно там планшет был, может рендерить видео быстрее, чем компьютер. Ну, естественно, мне тема довольно близкая, и мне стало интересно, действительно ли оно так и есть, как в том ролике они обозначили. В том ролике, напомню, планшет просто разорвал в клочья восьмиядерный Ryzen 2700X и видеокарту 1660 Ti, насколько я помню, потому что 1060 Ti, наверное, все-таки не существует. Я решил сделать этот тест, я его сейчас повторю с теми же самыми программами, но у меня, естественно, другой немножечко компьютер, тоже AMD, тоже восьмиядерный, 16-поточный. Это старый Threadripper 1900X. Сказать, что это производительный компьютер в наши дни, это неправда. Любой даже тот же самый компьютер, который был в том ролике, он будет быстрее, чем у меня, тем более у меня все работает в стоке, оперативная память работает в стоке. Единственное, у меня видеокарта несколько быстрее, у меня 1080 Ti. Но для Premiere это не особо важно, потому что сам по себе Premiere не сильно-то использует видеокарту только при определенных эффектах и определенных фильтрах, лутах, цветокоррекции и так далее. Все это мы сегодня делать, конечно же, не будем, потому что смартфон не может повторить те же самые сценарии. То есть он не может лут, например, наложить. Но, наверное, сейчас это не важно, и я прошу сразу извинить меня за качество вот этой камеры, потому что я буду снимать с двух камер, а второй хорошей камеры у меня нет. Итак, описываю ситуацию и методику. У меня есть три 4К файла. Вот, я сейчас покажу вам их на полный размер. Это 4К файла с битрейтом около 100 Мбит в секунду, снятые с моей камеры, точнее, с моего фотоаппарата Panasonic. Теперь смотрим вот сюда и видим то, что вот эти три файла, я их запихнул в Premiere. Это вот елки, трава и просто какие-то деревья. Здесь у меня те же самые файлы, они тоже в 4К, я их не кодировал. То есть вот они, елки сначала идут, потом трава идет, потом небо. Те же самые файлы с тем же самым битрейтом и та же самая программа, которая использовалась в том видео, KineMaster. Но прежде чем начать вот эту вот гонку по рендеру, я сначала хочу объяснить, что очень важно, чтобы итоговое разрешение, итоговые параметры были одинаковы у вот этих вот двухконечных файлов. Давайте посмотрим. Я уже сделал один рендер и открыл этот файл на компьютере, и вот какие статы он имеет. Это самый примитивный H264 3GPP. Звук, естественно, AAC. Битрейт выходит при максимальном качестве 28 Мбит в секунду. Итоговый размер файла где-то 270, если не ошибаюсь, 273 Мбит. То есть нам нужно теперь подогнать значение премьера, чтобы он выдал хотя бы похожий файл. Понятное дело, что он прям таким же не будет, естественно, но максимально близко вот к этим параметрам. И вот что у меня получилось. В общем-то здесь практически все совпадает. Вот этот вот файл, который сверху, это премьер, который на заднем фоне, это то, что вышло с телефона. Здесь все, в принципе, примерно похожим, кроме того, что вот здесь небольшая разница по уровню. Ну, смартфон выдал L4 в бейзлайн. Премьера, естественно, не может выдать 4.0 при таком разрешении, поэтому это бейзлайн 4.2, что несколько выше. Битрейт почти такой же, вот N28.1 на премьере получилось 28.2 и размер конечного файла получился почти мегабайт в мегабайт 274 против 273 мегабайт. Единственная существенная может быть разница, это разница в звуке, потому что премьер умеет 128 кбит в секунду и практически не меняет его. А смартфон выдал 132 кбит в секунду, но я не думаю, что эта разница прям супер большая. И еще один нюанс. Смартфон выдал вариативный фреймрейт, а премьер нет, но эта вариативность в смартфоне выливалась в 1 полкадра в секунду, то есть минимум 29, вон бидно, 29,4, максимум 30. То есть, опять же, на наши замеры и на размер файла это, естественно, никак не повлияло. Ну, а теперь давайте посмотрим, какая разница по скорости будет между вот этим файлом и практически идентичным файлом на компьютере. Никакого, естественно, максимум депт мы не ставим. Статичный битрейт 28, точно так же, как и в смартфоне. Но, опять же, смартфон говорит, что он не CBR, а VBR, но почему-то он всегда стоит на 28. Итак, ну не буду вас томить. Вот все статы. Здесь прекрасно видно, что к чему. Думаю, с телефона тоже более-менее видно. Сейчас мы начнем экспорт тоже. Full HD 1080, 30 кадров в секунду, то же самое здесь. Так, здесь я нажимаю экспорт. Давайте вместе я сейчас нажму, чтобы синхронно было прям. 3, 4. Ну, давайте смотреть. Ну, как вы видели, практически идентичные результаты, но не идентичные. Однако все было бы, наверное, слишком просто, если не было бы наших любимых дурацких всяких нюансов. Что мы сделаем? Давайте вот эти вот два видео, которые у нас получились в результате двух кодирований, запихнем в тот же самый редактор. Неважно, какой, суть не в этом. Вот слева у нас выходной файл, который получился с Premiere, справа выходной файл, который получился с смартфона. Они совершенно в исходном виде. Единственное, что я, естественно, половинку кропнул отсюда. И обратите внимание, что... Вот я еще раз покажу, что здесь ничего нету, кроме здесь вот только кроп лежит. Здесь, соответственно, ничего нету. И уже отсюда видно, что они разные. Этот более темный, этот более светлый. А также видно то, что здесь разный динамический диапазон. То есть здесь вот видно то, что еще что-то видно. Здесь уже уходит все в белый цвет. Но это не самое главное. Давайте вот чего сделаем. У меня тут сверху лежит слой настроек, который сейчас не применяется. Давайте посмотрим, что в этих файлах скрыто в тенях. Для этого наложим кривую. И вот, обратите внимание, что получается. На том файле, который вышел со смартфона, теней вообще нет. Он просто склиповал и склеил все, что было в тенях. Тогда как рендер с премьера, пожалуйста, здесь все видно. Естественно, если мы посмотрим на полностью ленту, то видно прекрасно, что меняется немножечко освещение. А у файла, который вышел со смартфона, у него как было темень, все так и все осталось там же. Итак, во всех потом все отрезки я сейчас покажу. Здесь почему-то яркость у него завышена, то есть насыщенность не совсем понятна из-за чего, и главное, что зачем. Тоже видно то, что черные здесь провалились, вот по этим отрезкам. В общем, можно признать, как по мне, одно. Видели, вот здесь хорошо, в этой сцене хорошо видно, насколько по-разному отрендерили эти два устройства, один и тот же видеоотрезок. Здесь это не вопрос преференции, что кому нравится, вопрос в том, почему в этом случае смартфон вот так вот отрендерил видео. Потому что совершенно очевидно то, что исходник вот такой вот, и он таким и должен был остаться, если я ничего к нему не применяю. Если же смартфон что-то к этому источнику применяет, то, во-первых, зачем, и во-вторых, не просто ли это потеря сжатия. То есть, возможно, смартфон использовал менее качественное сжатие по какому-то из десяти тысяч параметров настроек. И поэтому получилась вот такая шляпа. То есть, даже с точки зрения того, что они примерно одинаковое количество времени им потребовалось для того, чтобы отрендерить файл, результаты получились очень и очень разными. И, к сожалению, в данном случае не в пользу смартфона. К чему я все это говорю? Я говорю это к тому, что не получается протестировать вот в идеально ровных условиях. Все равно результаты получаются очень разными. Нельзя сказать, что вот смартфоны уже имеют такую же производительность, как компьютеры. Как вы видите, результаты получаются разными. Вот в чем проблема. И это я, естественно, еще даже не касался таких вещей, как, например, эффекты, какие-нибудь настройки цвета, применение лутов. Наверное, какая-то мобильная программа, возможно, умеет это делать. Но это те дебри, которые сейчас нас не очень интересуют. Нас интересует то, что методики нет. Не получается выстроить, вот, подогнать файл, чтобы они по качеству на исходнике, ну, то есть на выходе потом из редакторов были хотя бы сравнимыми. Вот, в общем-то, и весь мой месседж. А у меня на сегодня все. Всем спасибо. Всем пока.